всем привет с вами мила и мы продолжаем играть хогвартс еще плюс 100 500 серий по хогвартсу мы почему бы и нет так ладно карту генриет и нет я же решила пока ее на наставить пойти по основному заданию мы пока оставим пошли по основному заданию пройдемся немножечко это все да 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 куда нам идти а нам нужно в кабинет директора нам нужно пробраться в кабинет директора это мы можем что-нибудь найти еще что с фпс фпс одумайся на самом деле я на стримах то я решила почему не играть и вообще в принципе не стримить из-за именно из-за фпс а потому что бс когда включаешь бс когда включая что еще минус фпс бс это минус фпс говорите о бс подразумевается минус фпс да и в принципе какая разница что я на стриме играю что без стрима разговариваю сама собой по большей-то части поэтому что мне разговаривать с вами с теми кто сейчас смотрят вот таким вот образом до обращаясь как пустоте на самом деле не к пустоте ведь кто-то же будет смотреть правильно вот это же самое на стриме как бы принципе тоже там получается то же самое ну первые 5 5-10 минут там зайдет кто-нибудь поздоровится и все все в принципе на этом остальную часть времени со мной не разговаривают опять же проходя такую игру тем более на сюжетную плюс еще что здесь нет озвучки хорошо когда минимальное общение на самом деле на стримах надо какие-то такие игры проходить которые где где нет за особого сюжета вообще самом деле ммошки самый идеальный вариант либо какие-то стратегии типа дам я не знаю как типа и как она называется господи забыла ну в этот где про всякие империи там и тому подобное строить название забыла игры в общем что-то типа стратегий каких-то где в принципе можно трендить общаться с публикой с публикой со зрителями и не то самое ничего особо как бы не не потеряешь а вот сюжетные игры в этом клане конечно сложнее сложнее проходите особенно если много зрителей мне это не грозит что-то я это далеко оказалось от нужного мне место да ладно видите еще сундучок нашли так вот правда странно что замочек отображался желтым обычно замочки ображается таким вот синеньким цветом а тут он почему-то желтеньким отображался я бы его могла на в принципе то и не заметить вполне такое возможно так вот кстати здесь опять что-то шуршит возможно это как раз кабинете директора не есть у меня такие подозрения что это в кофе что это в кабинете директора звенит и возможно там мы что-то и найдем скорее всего да вон видите там куча всего все в кабинете директора или нет где-то еще какая-то потайная тут комната если ты не кабинет директора за на я хз вот кстати еще а тут замок может мне блин да может когда третий уровень то лохоморы получили мы же не везде все-таки были как ни крути какие-то такие основные прошли и места а вот такие заказа кулочные где-то там наверху и у черти где мы не бывали поэтому поэтому так что очень за место за место не кабинет директора надеюсь и грусть печаль неизвестный предмет так подожди-ка дорогая сестра я была счастлива когда получить от тебя сову вижу ты как всегда сражаешься не только с нерадивыми учениками но и с несносным директором твой терпение не знает границ слово терпение спасибо тебе за все что ты сделал для гаретта гарета чутьёте и вправду хорошее что ему нужно так это грамотное сочетание строгости поощрения признаюсь я рада что теперь он испытывает свои новые дели на других учениках а не на родственниках ведь он всегда преподносит это как привилегии вам повезло вы попробуйте первыми притом не упоминая возможно побочных эффектов но мне пора прости что посему такое короткое кажется моя младшенькая зашвырнула садового гнуса и сетские сливы цепилины опять в общем надеюсь на каникулах свидимся с любовью г это наверно уизли до сестра уизли скорее всего гарджа он вроде бы то он же племянник визли так где чё звенит-то ёпте тьметь где-то чё-то звенит так что еще наверху видите все 3-го уровня поэтому поэтому шаримся по припа по учительским спальням вообще молодцы такие блин но мелко как всегда вовремя сядешь записывать что записывать что стриме стримите поэтому стримы как бы и тоже не хочу что мелко постоянно отвлекает села записывать не записывала ничего не надо было стоит только сесть записывать все сразу все надо да где же звенит-то так тоже еще внизу чё-то осталось профессор гиккад после нашего разговора обратился к накому говлен из гринготса все они осуждают действия раннерка некоторые подозревают что цель его действия совсем иная нежели он заявляет судя по тому как он относится к тем и сородичек оказывается примкнут нему я склонен согласиться с подобной оценкой я буду держать вас в грусти тем временем необходимо сохранить бдительность с уважением эзоп шарп так здесь у нас рябиновый отвар лежат лежит лежал так внизу чё-то вот где звенит а я думаю все таки это в кабинете директора так а чё мы там внизу то пропустили а еще ниже ждя где еще ниже они же я не знаю где это там замочка кстати по ходу делать уже где-то где-то ниже не вижу отсюда это может быть вот тоже кстати вот это где лето она и есть узи это я охрену узнаем где это ладно пошли по заданию к черту может быть потом когда-нибудь когда будем идти там по сюжету или еще что найдем я думаю или по какому-нибудь квесту к примеру так ладно пошли наверх вот тоже а но это этот сундук который мы не взяли тоже дождик ну да это он это он это этот сундук окей пошли дальше тоже сундучки просто куча всего и где-то чего это я думаю все это что это все у директора кабинете располагается эти вот здесь же еще что-то вот какой-то ключ нам нужно будет судя по всему и и мы сюда тоже попадем вот и горгуля нужно сказать ей пароль а у этого дамбл дара там было лимонный щербет далее я я я помню у него был бы пароль лимонный щербет интересно все хлеб благородных семей волшебников есть свой девиз наверняка портреты спящих страниц руководства на и они всем директорам директористам нравится заново переживать повседневные трудности с которыми они постоянно сталкивались во время управления школы чередейства и волшебства некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном если представляется такая возможность вон там куча всего смотрите два сундука аж наверху нифига себе ничего что мы сюда пришли в принципе о шляпа зачарованная шляпа была создана с помощью к основа была создана четырьмя основателями хоквартса как средство с помощью которой ученики определяется в один из четырех факультетов школы имеется имея опыт в лигебенции распределяющая шляпа может заглянуть голову тестируемого студента что позволяет ей считывать его мысли и способности привет что не скажешь привет куку так вот еще один замочек фига тут фига тут всего а дорогой финиос дети спрашивают когда ты вернешься бельвина так и вообще заводит речь об этом каждый день за завтраком дует когда я напоминаю что ты радейший качестве будущего образования сириус и финис почти не присылает не сов сириус сириус блэк это же позже намного а когда и шлют не пишут о тебе или это другой сириус предок я уверена они гордятся тобой тем что ты делаешь для хогвартса когда твой отец директор школы это огромная честь сигнус уже ползает и он всюду следует за арктуром а того это раздражает дай мне мерлин сил арктур выпрашивает у меня зелье невидимости и честно говоря я могу его понять я бы наверно даже сварила ему это зелье если бы не пришлось потом сносить хныканье сигнуса может быть мы увидим тебя на следующих каникулах но если не получится ничего страшного переживем урсула фига у него тут всего ну где тут же ебти тьметь тьметь те на или наверху не в этой комнате что чё издеваешься он же прямо здесь нет вот тут нет что-то я не понимаю как так еще один так это мы куда это мы зачем это еще выше ааа фига тут замков замков просто море вот где это блин что я забыла касаемо вашим письма от 20 сентября я не стану присматривать процедуру приема учащихся в хогварт соужением фэрис пэн нисы магии да а тайна у него много ключ ааа это вот туда как раз наверно ключ куда мы сейчас не могли попасть да блин где там звенела то ёпти тьметь а это внизу значит звенела ну почему то я в упор его и не увидела странно рада вас видеть наш профессор сик все предусмотрела что теперь подойдите к медисталу прихожей и прочтите книгу которая появится блин я тут еще не все изучила что же я найду в этой книге история это все что я могу сказать возможно часть покажется вам знакомой поскольку я вдохновилась сказкой известной многими детям волшебников мне кажется просто прочесть книгу недостаточно вы не ошибаетесь поговорим когда вы закончите что все то время было директора под носом блин подожди я тут еще не все изучила нужно быть это и есть педестал нет подожди какой педестал надо тут все осмотреть сначала блин подождите где где-то звенит и ёпти тьметь так нет меня это напрягает этот звон сводит меня с ума вот прям здесь же ё-моё не в этой комнате что ли не понимаю выше что ли все там вышито я не вижу здесь не вижу прям вот вот она вот здесь где-то почему-то нет странное дело значит либо внизу либо наверху не знаю вот тут в этой комнате нету мистика просто мистика ну там и сундуки наверху нарисованы как бы поэтому вполне возможно что где-то наверху зато зато и вот затем вот за той дверью которую мы не открыли то скорее всего за ней так тут у нас чё а это наверх ладно пошли чё тянуть кота чек средства для укрепления волос волос для усов помада для волос избун димуна расчетка с жемчужной ручкой чесалка для спины золотой ручкой до ксицид уплачен лишь малая часть суммы не забыть на просчет министерства чесалка особенно прикольно прикольно так ну ладно давай господи ребенок о о это как гарри в дневник засосала так и нас в книжку засосала прикольно где профессор фиджерерд вы слышите меня есть я ты тут можешь назвать меня не ов тут ты можешь назвать меня не ов твоему взор представить старая легенда но будь внимательней порой что-то не то чем кажется ооо прикольно поспеши но соблюдая осторожность пользуя то что тебе попадется чтобы найти меня мы нарисованы и прикольно прежде всего тебе понадобится мантия здесь как в жизни смерть можно принимать разные облика чтобы не стало избегая ее это сказки бар для битля что ли я уже скачу так а че я должна стелс серьезно а проберитесь через горы чтобы вас не заметили это серьезно сейчас не прикалываешься надо мной мне кажется меня заметят ненавижу стелс терпеть не могу стелс ну вот мой шанс не вов я уже близко ой а можно как-то типа отвлекать их нет нет как я тут должна пройти они вон ходят если не пройду стрелять я не могу ничего не могу отвлекать их тоже не могу и как я тут должна пройти она стоит прям вот смотри нужно точно рассчитать время аэээээ не знаю вроде я точно рассчитала время ясно Лестница прямо передо мной. Точно, мы же можем бегать в стелсе, я и забыла. Ой-ой. Смерть. Как такое могло случиться? Тут Лестница, может, если я подумать по ней, они не найдут меня? И что? А дальше что? Сюда? Дальше-то куда? А сюда? Они ушли, но могут вернуться, нужно убираться отсюда, куда же запросился это не офф. Их слишком много, нужно перейти туда как можно быстрее. Пошли. Вот куда мне нужно, но надо прыгнуть, как пройти мимо них. Остану. И как? Может, их факт отлич? Блин, отвернись. Ну, отвернись. Быстрее, 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 быстрее. А что ты быстро-то не идешь? Здесь никто, никого только опасность докажет. А что-то должен же быть другой путь, чтобы найти вас. А-а-а. Ой-ой-ой. Можно возвращаться так, мимо них не пройти. Куда возвращаться-то? Куда собака возвращаться-то? Уже единственный безопасный путь вперед, через эту... А как я туда заберусь? А-а-а. Заперто, другой дров нет, только вперед. Да, ёлки-тьминь, это сериально. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Как же это сложно. Отвернись. Отвернись. Это мой шанс. Быстрее, 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 быстрее. Офигеть, стелс, блин. Здесь можно пройти. Плащ-невидимка? Плащ-невидимка. Ну что, я что, невидимка? Разве это возможно? Ну что, возможно? Всё возможно в этом мире. Так, и что, куда теперь? Подожди. А, типа, теперь я что? Теперь я могу между... Между ними пройти, и они меня не заметят? Они меня не видят совсем. Можно подобраться поближе. Наконец-то путь свободен. Ну и где же вы, не офф. Прикольно сделано. Чё, вперёд идти? Пока тебе удается обмануть смерть на меня. А ты ещё не нашла, ещё и дальше. Ну, знаю, на этот раз ты не сможешь спрятаться. О, палочка. Сейчас драться будем. Разве эту волшебную палочку, не трать её необычную силу попусту. Это, наверное, бузинная палочка, скорее всего. А потом чё, воскрешающий камень дадут? Три дара смерти, да? В Гарри Поттере-то было. Манти-невидимка, бузинная палочка и воскрешающий камень. Вот эта сила, я никогда такое не чувствовала. Приносим. Ну, поехали. Нарисованный мир Ориан Дель, блин. Из Дарк Соулса, ё-моё. Ну, правда, там, конечно, не такой нарисованный. Ну, они обычной атакой убиваются. Они, в принципе, тратить не надо. Воу-воу-воу-воу, аккуратнее, ребята. У нас много. А, я могу здесь хилиться? Серьезно? Без проблем. Забавненько сделали. Про глаза уже устали от такой рисовки. Черно-белый. Я чё, босс? Руговое меню только недоступно, да? А так, в принципе, всё, господица. Так, окружает меня, окружает собаки. Смотри, чё делает. Окружает. Ай. Тень смерти. Кто где? Так-то они с двух ударов, в принципе, улетают. Только их многое не окружает меня, поэтому не очень хорошо. Чё, ещё кого-то призовёшь? Или сам будешь драться? Ой, слабак. Чё, самому слабо, да? С троллями лучше сразу разобраться. Чё, чтобы они не мешались. То-то же. А ревелию здесь нельзя, да, применять? А, можно? Серьёзно? Значит, здесь тоже что-то можно было найти. Наверное. Хотя. Я ничего не вижу, во всяком случае. Никаких сундучков, ничего такого не вижу. Чё, воскрешающий камень сейчас дадут? Простой камень, наверное, для меня. Ну, я ж говорю, это да, три дара смерти. Это сказка, сказки Барда Бидля. Дары смерти. А зачем мне воскрешаться? Я и так всех победю. Я и так всех победю. Я не думаю, что он мне пригодится. Боя путь ещё не окончена. Ставь скорбящих и иди дальше. Всё не то, чем кажется. Нет, ничего не смотрится. Ставь скорбящих. Её нет, Нёв больше нет. Бедная Нёв умерла такой молодой. Нёв, как же ты? Мы будем меч начтить её память. Нам чё, её нужно воскресить? Серьёзно? Ты удалось меня найти, но то, что уже произошло, тебе изменить не под силу. Магия камня способна призывать лишь моё тень. Чё дальше? Посмотрите воспоминания. Однако нет света без тени, как и тени без света. Тьму не всегда нужно истреблять, даже если ты можешь это сделать. Да? Ты так думаешь? Думаешь, Волан-де-Морта убивать не стоило? Ну, я так не считаю. Помни об этом, когда погрузишься в мои воспоминания. Отлично. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно я вернусь в кабинет директора? А, ну теперь, наверное, я могу туда входить, в принципе. Я же знаю пароль. А если он его не сменит? Не может быть? Неужели кто-то прошел первые три испытания? Еще одно осталось? Все так и есть. Но вы так... Молодая, знаю, вы должен быть профессор Бакар. Да. Приятно познакомиться. Вчера мне удалось увидеть вам эти память и воспоминания. Сидор вдыхала тягостные эмоции? Ну, она поглощала эту боль, типа. Да. Пугающее зрелище. Выглядело это страшно. Но как ей удалось черпать из них силу? Как она использовала ее? Это и было страшно. Она кажется странным, что вас так интересует ее сила. Потому я и не спешу раскрывать вам местонахождение моего умопамяти. Похоже, вам еще предстоит осознать, что сила влечет за собой ответственность. Ну да, с другой стороны, конечно. Уверяю вас, профессор, я это вполне осознаю. К тому же вы еще не знаете, что опасный гоблин по имени Ранрок побывал хранилищей в замке Руквудов. Он научился использовать то, что там хранилось, как источник колоссальной силы, и он намеревается обратить эту силу против волшебников. Нельзя терять времени. Понятно. Тем не менее, зрев мои воспоминания, вы получите безмерно ценност. Я не знаю, я должен хорошо подумать, прежде чем поделиться ими. Мне нужно время, чтобы обсудить это с другими хранителями. Похоже, придется подождать. Как бы это ни раздражало, у нас нет выбора. Я слышал, что вы рассказали профессору Бакару. Значит, Эстидор вдыхал эмоции, чтобы накопить силу? Да, еще вытягивала их без спроса у профессора Фитт-Жеральта. И так же она поступала с собственным отцом. Чудовищно. Мало того, она сказала, что она нашла способ хранить следы, извлеченные ее магией, в хранилищах из гоблинского серебра. Как в хранилищах? Скорее всего, в них. Но я не успела рассказать вам еще кое-что. Ранрак искал их в местах, связанных с пяти именами. Он сдал их из дневников гоблина, мастера по металлу по имени Брагбор. Пять имен, это хранители. И кто же еще, Эстидора Морганак? Ну, верно. Именно. Вот почему Ранрак постоянно пережал нас. И в Гринготсе, и в башне, и в замке Руквудов. Раз уж хранители, пока не говорят вам, где будет следующее испытание, предлагаю следить за Ранраком. Может, узнаем что-то новое? Может быть, надеюсь, скоро получите весть о Лодгука. Они ничего не слышат с тех пор, как я узнала о Бурах. О, и вы, наверное, уже знаете, что ваш план с оборотным зелем сработал как по волшебству. Как по волшебству. Я так и знала. Возможно, я перестаралась, отвлекая Блэка. Оказалось, он совершенно не умеет пить огненный виски. Ха-ха-ха! Ты его споил? Серьезно? А-а-а, нормально. Чего бы нет? Надаренный герой получено достижение. Окей. Вспытание не офицеральд, а завершено. Да что, еще пять заданий основных, получается, осталось, да? Что ли? Получается, да. Получается так. Ну, в принципе, что, нужно заканчивать. Так. Зря ты так реагировала на твоего друга Гоблина. Прости, давай закончим начатое стриптиком. Встретимся на южном побережье и поищем последнюю часть холста. Так, это у нас Себастьян нас зовет. Окей. Что еще? Сейчас опять пойдет спам, блин. Сейчас спам пойдет. Профессор Уизли. Что? Что-то написала, но непонятно. Что написала? Хрен пойми. Сейчас просто спам пойдет, это понятное дело. Это понятное дело. Ладно, давайте на этом я закончу. Серия достаточно длинная, наверное, получилась. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Всем до встречи в следующей серии. И всем пока-пока. Продолжение следует.